ПЕСНЯ 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 Ты моя, покой и покой, крепости, покров Спаситель мой. Вечное блаженство дал ты мне, все мои срочники в земле. Вечное блаженство дал ты мне, все мои срочники в земле. Вам, дорогие братья и сестры, сердечно всех приветствуем в этот вечер любовью к Господу нашего Иисуса Христа. Мы рады приветствовать, слушает нас, смотрит нас. И сегодня у нас особенное собрание. Сегодня у нас в собрании будет первая группа, англоязычных братьев и сестер, которые закончили институт служения. И сегодня они предстанут молиться о их служении. У нас в гостях брат Андриан Доната, брат Евгений Бардаш представит его, и Вячеслав Михайлович с нами будет молиться, говорить слово. И вторая часть нашего собрания, братья и сестры, это служение памяти Ширковой Валентины Васильевны, которая в 1974 году отошла в вечные обители. Мы выражаем искреннее соболезнование родным, близким, детям, друзьям, всем, кто помнил нашу дорогую сестру. Пусть Господь вас утешит. И прежде чем мы помолимся, дорогие, я хочу вместе с вами молитвенно прочитать молитвенный псалом. Это книга-псалтирь, Псалом 85-й, молитва Давида. И пусть это будет сегодня нашей общей молитвой. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и много милостив ко всем призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою и внемли глаз умоления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между могами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Настал меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи. Господи, Боже мой, сердцем Твоим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордый восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Божий, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, призри на меня и помилуй меня. Даруй крепость рабу Твоему и спаси сына рабы Твоей. Покажи на меня знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Аминь. Господи, Отец Небесный, мы от всей души Тебе сердечно благодарим и славим за эту драгоценную возможность и в этот вечерний час предстоять пред Тобою. Слава Тебе, Господь, что мы хранимы на путях нашей жизни. Ты оберегал нас и сегодня даровал эту чудесную возможность собраться вместе, поклониться Святому имени Твоему, прославить Тебе нашего Господа и услышать Слово Благое и Истинное. Прибудь Ты Духом Святым в этом собрании и благослови Его. Исполни силы Духа Святого наших дорогих хористов, всех словословящих Тебя, и вдохновей проповедников, которых Ты вручил сегодня преподать Слово народу Твоему. Мы от всей души Тебя сердечно благодарны за нашу дорогую молодежь, Господь, которая на протяжении этого года училась в институте служения. Слава Тебе, Господь, милосердный, что отозвались эти люди, желающие, Господь, проповедовать Слово Твое. И благослови сегодня их представление перед народом Твоим, перед Церковью. Мы от всей души Тебя благодарим за служение и труд отдела образования нашего Тихоанского объединения. Умножай, Господь, и количественно, и качественно этот институт, Господь, чтобы многие еще обучались Ним. И благослови их братьев, гостей мы сердечно благодарим и их участие в нашем собрании. Молим и просим Тебя, Господь, чтобы Твое божественное утешение сегодня коснулось всех родных, близких, кто знал дорогую нашу сестру Валентину Васильевну, которую Ты отозвал вечной обители. Благодарность Тебе, Господь, что она любила Тебя, славила Тебя всем сердцем, Господь, и Ты даровал ей способность, и голос прекрасный, Господь, и дети унаследовали от нее этот драгоценный дар, и они также прославляют Тебя. Поэтому благослови это собрание, чтобы оно было утешением для родных, близких, назиданием для церкви, и славой для Тебя наш вечный Бог. Мы поклоняемся пред Тобою. И, Господь, просим Тебя, благослови, кто с Него слушает нас и смотрит нас, кто не имеет возможности быть сегодня в Доме Твоем, благослови. Мы молимся Тебя, Господь, и о нашем городе, в который Ты нас переселил, чтобы при благоденстве Его и нам был мир во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Братья и сестры, сейчас хор споет молитвный гимн. Мы стоя его выслушаем. Песня. Главное имя Отца и Сына Святого Духа и сестры, сейчас хор споет на Сын. ПЕСНЯ 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 И сейчас мы поем гимн общее пение «Мой Бог скала, сокрыт в нем я». ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнал... Симон. Симон. Субтитры подогнал... Симон. 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 и продолжала активное участие в хоровом служении, где была одной из ведущих солисток. Руководителями этого хора были Зубов Айксен Флегантович и Семилюк Григорий Дмитриевич. Валентина очень любила петь. Любимым её занятием было пение сольное, дуэт, трио, групповое, частые выезды. В 15 лет она стала обучаться игре на гитаре и участвовать в струнном оркестре. В то время не всегда можно было свободно участвовать в служении. Местами даже закрывали собрания, молитвенные дома. В 60-х годах начались преследования, суды над верующими. И молодёжь присутствовала на этих судах, хотя это запрещалось. Их присутствие было большой поддержкой для братьев, видящих знакомые лица в зале суда. В этом участвовала и Валентина. В 1961 году она вышла замуж за Юрия Васильевича Ширкова. Бог дал им трёх сыновей и двух дочерей, о которых она заботилась всю свою жизнь. Семья Ширковых была очень гостеприимной, и двери их дома, который находился под одной крышей с молитвенным домом, всегда были открыты для гостей. В 1998 году Валентина переехала вместе с детьми в Америку на постоянное место жительства. В 2003 году она попала в серьёзную аварию, после которой её здоровье резко ухудшилось. Но, несмотря на это, она всё равно старалась помогать людям и детям, непрестанно молясь за всех. В последнее время Валентина с трудом передвигалась, и её молитва была о том, чтобы долго не лежать и никому не обременять. «Слава Богу, что Бог услышал её молитву. Желания боящихся его он исполняет, воплих слышит и спасает их». Псалом 144, 19 стих. 20 января в 11.30 она впала в кому, и 22.00 в 4.30 вечера Валентина Васильевна Ширкова отошла в вечность. Она оставила после себя четырёх детей, четырёх детей, четырнадцать внуков и трое правнуков. До встречи в небесах, наша дорогая и любимая мамочка. Аминь. 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 Когда смотрю на небо синеву, Я о Тебе мечтаю, мой Спаситель. Я жизнью данной мне Тобой живу, Я ожидаю вечную обитель. Я жду, когда с небес вернешься Ты И соберешь спасенные народы, И мир откроешь чудной красоты, И на земле закончатся невзгоды. И я в мечтах, Господь, уже с Тобой Стою пред троном в белом одеянии, И с ангелами вместе всей душой Пою хвалу владыке мирозданья, И радость наполняет сердце мне. Любовь Твоя мне душу согревает, И снова я в безмолвной тишине К Твоим ногам Всевышний препараю. Ты мне голгофской жертвой подарил, Возможность быть уверена в вечном. Ты небо двери для меня открыл, И дал увидеть то, что бесконечно. И я живу, Господь, одной мечтой, Что вместе со спасенными святыми Я буду жить во славе неземной, И прославлять Твое святое имя. Я буду жить во славе неземной, И прославлять Твое святое имя. Дорогое собрание, братья и сестры! Хочу сегодня сказать, что Я потеряла верную подругу, Наша молитвенная группа не одна потеряла молитвенницу. Родственники потеряли дорогого человека, Которая постоянно молилась от всего сердца. И церковь потеряла. Это был чудесный певец. Это сладкий певец. Это такой... Ну, я за 60 лет членства в церкви И слышала два таких сильных голоса Альта. В Москве и вот в Ташкенте, А теперь здесь было... Я хочу сказать следующее слово Родным, друзьям. Тяжело, но это временная разлука. В одной песне написано Жизнь — это поиск Бога. Смерть — это встреча с Ним. Сегодня мы смотрим, И завтра тело должны земле предать. Но она 20-го или 22-го ушла к Господу. Она туда стремилась, она о том молилась. Хотя она очень любила детей, Любила внуков и правнуков. И, вы знаете, иногда сердцу плохо и от радости. Когда крестились трое внуков, Она со слезами не только когда молилась о них, А с радостью свидетельствовала. Ну, какая это радость! Я жива! Трое внуков приняли святое водное крещение. Когда родились правнуки, Как она радовалась и славила Бога! Ее постоянная фраза в молитве была «Благодарю тебя, Господи, Что ты имеешь дело с нашей семьей И лично со мной!» И когда очень-очень физически ей было тяжело, Мы молились. Я говорю «Ну, не ходи завтра на собрание!» Она говорит «Нет!» «Нет!» «Пойду!» «Так должно быть!» «Пусть болит, но я пойду!» У ней ноги не ходили, правая нога. Ну, в общем, она физически очень-очень-очень страдала. Но молитва ее со мной, с друзьями была, с родными, Чтобы только не слечь. Кто может помочь?» Она была очень большая. И я радуюсь и благодарю Бога, Что и нашего дорогого друга Юлика Забирка услышал Бог. Он говорит «Если я слягу, кто меня перевернет?» И также вот Валентина Васильевна. Бог взял их на ногах по молитве и по желанию сердца. Братья и сестры, это была очень богатая душа, Очень широкая душа, большое сердце. Она вмещала всех и любила всех. Хочу сказать в утешение, что Господь скоро придет. И встреча состоится. И вы знаете, этот вопрос вечности занимал всегда все человечество. И в 14 главе, в 14 стихе Иов говорит, «Когда человек умрет, будет ли опять жить?» И Бог ему ответил в 19 главе, записанной по вдохновению эти слова в 25 стихе. «Я, мои глаза, не глаза другого, узрят Бога моего». И Он восстановит вот кожу мою распадающую сию. И Христос сказал много раз. И потом через апостола Павла. В 11 главе Иоанна, в 25 стихе Он говорит, «Я, Есмь, воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И это чудо, что Господь наш умер для нас и воскрес для нашего оправдания. Вы знаете, люди Библии, какое тело получил Иисус Христос, когда воскрес? Точно такое тело получит Валентина. Точно такое тело получит всякий верующий, который умрет, и когда Господь грядет, воскресит у мертвых во Христе, а живые изменятся, все получим тело, как у воскресшего Христа. А какое оно? Духовное, нетленное, вечное, сильное. Друзья мои, это чудо. И так никогда не болеть. Я говорю, Валентина Васильевна, она приняла несколько таблеток и говорит, так больно. Я говорю, а там не будет, да. Я надеюсь, а там болеть не буду. Но это же чудо, говорит. Значит, так надо. Надо поболеть здесь. Итак, дорогие друзья, я хочу рассказать одно стихотворение. Дай Бог памяти. Это стихотворение нашего пресвитера в Эстонии. Это было очень-очень давно. Почему-то пришло на память. И это может быть для тебя, друг, который еще не решил вопрос вечности. Сегодня есть такая великая и святая возможность, как сестра сейчас сделала этот шаг, это решение. И ты приди сюда, молодой, пожилой, отпавший, я не знаю, если ты сомневаешься при встрече с Господом, боишься вечности, смерти, сегодня для тебя это стихотворение. Скажи, Господи, прими меня, и вы знаете, радость вечной жизни наполнит тебя. Мой друг, не упорствуй, окончится призыв, настанет период Господне суда. Что будешь ты делать? К кому обратишься? Твой грех непрощенный, ты денешь куда? Настанет период особый, чудесный, затрубит великая Божья труба. Все люди из праха земного восстанут. Никто не воскреснуть не в силах тогда. Все люди заплачут и, громко рыдая, трясясь и дрожа, обратятся к холмам. И скажут, покройте вы нас, мы не в силах смотреть на того, кто за нас умирал. Мы призыва слушать тогда не желали, а, слыша, не приняли Божью любовь. И в сердце Христа мы впустить не хотели, отвергли за нас им пролитую кровь. Раскроются книги, и с Господом вместе спасенные будут народы судить. И всех непрощенных осудят навеки. Никто там не сможет судью подкупить. Мой друг, ужаснися, пока еще призов. К Христу воззови, чтоб Он грех твой простил. Скорей обращайся, пока призывает, пока Он у грешного сердца стоит. Впусти Иисуса. Он очень желает войти в твое сердце и грех твой омыть. Аминь. Мир вам, дорогие братья и сестры, особенно родные, близкие. Я приветствую всех. Василия приветствую с супругой детей и внуков. Знаете, когда мы говорим о человеке, которого не стало с нами, то мы всегда вспоминаем какие-то случаи или, может быть, образы из жизни, которые как-то отпечатались в нашем сердце. Это либо касалось как-то нас, либо мы заметили что-то один раз, а, может быть, на протяжении лет жизни повторяющиеся действия в жизни человека, которое нам стало приятным. Это я заметил интересно. Сейчас Марья Ананимна говорила, она подчеркнула одни истины, которые вчера вечером я писал, вспоминая Валентину Васильевну. Павел Михайлович сегодня молился, когда в начале служения он в молитве подчеркнул, что те дары, которые проявлялись Валентине Васильевне, ее пение, оно передалось ее детям. Это было заметно, это мы чувствовали, чувствуем, и в этом есть большое благословение. Вот я заметил три черты, которые замечены были в жизни нашей сестры. Это необычный голос Валентины Васильевны, такой полный насыщенный грудной альт, бархатный альт, которым она любила петь, много пела, особенно в молодости, в зрелые годы. Это было ее служение благословенное, она приносила радость людям и славу Господу. И слава Господу, что он также передался ее детям, мы слышим дочерей ее поющими. Второе – это необычная способность и неутомимость печь и готовить. Вроде это земное такое человеческое, но этим она служила Господу тоже. Всякий раз, когда приходили к ней, она угощалась любовью. Это была тоже часть ее служения, которая приносила благословение людям, радость и утешение. Этим свидетельствовалось, что в ней есть любовь Божия к людям, проявляющаяся в делах руки. И третье – это неуклонное желание через «не могу быть в Доме Божием». Не нужно быть на таком или следующем в анатомии, чтобы заметить по ее походке, как трудно ей было передвигаться или даже просто переставлять ноги. Но когда начиналось служение, вот через ту дверь она заходила, медленно-медленно проходила в тот сектор и садилась на одно и то же место. Через «не могу». Через «не могу». И, вы знаете, я хочу поблагодарить детей, которые привозили ее, которые доставляли это удовольствие быть в Доме Божием вопреки всего. Даже за несколько дней до ее отшествия она была в Доме молитвы. В воскресенье она пришла и вот не стала ее с нами. Это добрые следы она оставила как напоминание для нас, для живых. И особенно, наверное, дорого и близко. Конечно же, ее детям Тане, Василию, Марины, Виталию. «Хорошая у вас была мама и хорошая она такая останется в вашем сердце». Удивительно, что говорят великие люди, сильные люди, которые были героями, стали героями многих стран, при смерти они часто очень шептали имена своих матерей или просто шептали «мама, мама». Вот говорят за одного такого человека, это был Анатоль Франц, это известный писатель французский, Нобелевскую премию получил. При смерти он шептал одно слово «мама, мама, мама». Известный итальянский полководец Джузеппе Гарибальти. Его боялись, его сделали народным героем Италии, потому что он за освобождение боролся. Но вот когда он умирал, этот полководец, на устах его было слово «мама». Видимо, из всего того, что он завоевал, то, что он имел славу, честь, величие, самым дорогим в сердце его осталась мама. Слава Богу, что мы имеем матерей живых. Слава Богу, что мы имеем добрую память о матерях, которые уже перешли к Господу. Сегодня перед молитвой я предлагаю прочитать нам из книги Екклесиаста, проповедника. Это 11 глава с 9 по 10 стих и Екклесиаст 12 глава с 1 по 7 стих. Екклесиаст 11 глава с 9 по 10 стих, Екклесиаст 12 глава с 1 по 7 стих. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в одни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета. И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно. И запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жерного. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут черепения, и высоты будут им страшны. И на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс. Ибо отходит человек вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Да коли не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшину источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Братья и сестры, это слова Екклесиаста, проповедника или Соломона, как считают авторство. Он дал очень много ценных изречений, крылатых, которые часто у нас на слуху. Вот сегодня утром Модестович делал что-то, он произнес такие слова, что отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней получишь возвратиться к тебе, да. Или мы читаем такие слова, если гнев начальника вспыхнет, не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки. Когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою своею, или не торопись языком твоим. Это все написал Екклесиаст, и со многими мы соглашаемся. Но вот в этом отрывке, который мы с вами прочитали, есть что-то, что нас настораживает. Настораживает то, к чему он призывает, или то, что он замечает из своей жизни, и что допускает юным и молодым людям. И вот эту тему я бы назвал, все эти стихи – это наставление молодым. Хотя я замечаю, что у нас больше всего сейчас на собрании, конечно, людей пожилых, сверстников, может, Валентины Васильевны, которые знали ее лично, были ее друзьями, подругами. Но вот то, что написал здесь Екклесиаст, он описал свое состояние, свои переживания, чувство старости или старения, и написал это для молодых, как предупреждение и увещание. Вот в этом отрывке или во всей этой книге 29 раз написано «под солнцем». Все рассуждения, которые он ведет, или когда он говорит «и заметил я, или увидел я, или вот и так», «под солнцем», то есть он все наблюдает, что происходит на земле. Вся его мудрость здесь земная, все его поиски земного счастья были. И поэтому, когда он не находил счастья, он часто говорил «все суета, все суета, суета и томление духа». И вот если мы в этом ключе смотрим на эти отрывки, то есть в ключе того, что он, не поднимаясь до престола Божьего, рассматривал поиски счастья, то, конечно, суета. Конечно, последствия этих поисков – это было томление духа. Что же мы можем взять для себя сегодня? Вот в этой книге «Экклесиаст» 40 раз употребляется имя Бога. Это говорит о том, что автор, или писатель, или Соломон, он лично знал Бога. Но это имя употребляется только как Элохим, то есть Творец и Создатель. Творец и Создатель. И не употребляется как Яхве, или не употребляется как Господь, как личный Спаситель. Он не имел этих отношений с Ним, и поэтому его отношение к жизни очень похоже на отношения многих людей, даже сидящих сегодня здесь в этом собрании. То есть мы можем знать Бога, видеть Его творение, признавать Его как Творца и Создателя, но не искать личных отношений с Ним. Может быть, потому что мы заняты своими поисками и каких-то наслаждений юности. Может быть, мы еще не понуждались в Боге. И вот то, что написал здесь Экклесиаст, это как раз-таки предупреждение молодым всем, кто здесь есть, а иногда даже не очень молодым, которых уже жизнь, может, идет к закату, они так и не решили вопрос спасения, осуетились, заработались, заискались счастья. Я хочу, чтобы вот именно в том ключе, что если мы не поднимаем глаз своих выше солнца, то мы действительно осуетимся и плодом всех наших исканий будет суета, суета и томление духа. Но Слово Божие предлагает нам лучшее сегодня. Особенно во свете той памяти, которую мы имеем о нашей сестре, которая стремилась и достигла вечности, как об этом уже свидетельствовали, об этом Слово Божие говорит нам. Итак, в этом отрывке Соломон дает два важных увещания молодым. Первое – это радуйся или веселись, пока Бог позволяет тебе. Веселись, юноша. И второе – помни Создателя во дне юности тоже, пока Бог позволяет, или радуйся. Итак, радуйся и размышляй. И радоваться мы можем в двух направлениях, братья и сестры. Одно – это когда мы делимся своей радостью, у нас хорошо, у нас благословение, и мы хотим этим поделиться с кем-то. И другое – это когда мы разделяем чью-то радость, чей-то успех, чью-то славу может быть. И то, и другое нужно в нашей жизни, и то, и другое Бог предлагает нам практиковать. Я хочу прочитать Икклесиас, 9 глава, 7 и 10 стих. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и до нее скудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Наслаждайся, радуйся, цени то, что Бог тебе дал в семье, в здоровье, в сознании твоем, в работе твоей, в церкви. Радуйся. Вы знаете, что вот это увещевание «радуйся» или «веселись, юноша, в одни юности», оно сегодня может звучать для нас даже больше как укор. В каком отношении? Знаете, некоторые молодые люди, они перестали радоваться жизнью, имея все то, что хотели бы иметь многие другие, уже не молодые, может быть, зрелые люди или престарелые, имея силу, здоровье, красоту, интеллект, образование, друзей, церковь, все сполна имеют и такое ощущение, что вошли в какую-то фазу брызжания, ропота, недовольства. И в этом отношении вот эти слова экклесиаста, они звучат как укор. Если кто-то в такой фазе живет и живет недовольный, то знайте, что это перед Богом, это даже грех, это не просто ненормальное поведение, это грех перед Богом. Экклесиаст здесь говорит «радуйся, но помни, что за все это Бог приведет тебя на суд». То есть Он ставит определенные рамки и говорит «в своей радости не уходи далеко от Бога, не ищи того наслаждения, которое приведет тебя к суете, к расстройству, разочарованию, к опустошению». Иногда мне кажется, что Бог спросит многих, каждого из нас, конечно, почему ты не радовался, когда я давал тебе время радоваться, когда я давал тебе здоровье, силы, когда твои ноги не дрожали, руки не дрожали, когда уши слышали, голос был звонкий, почему ты не радовался. Как понимать второе вещание «помни, Создателя, во дни юности твоей». Помни или чти, мы бы еще сказали, или перевести можно чти. Вот в этом последующем отрывке три раза есть слово такое «доколе». «Доколе не пришли тяжелые дни», «доколе не померкли солнце, луна и звезды», «доколе не порвалась серебряная цепочка». В этом отрывке Экклесиас, он как бы ставит такую грань, которую мы называем «возрастной рубеж» и говорит «вот пока ты не дошел до того рубежа, когда жизнь твоя перестанет тебя радовать, пока ты не дошел до того времени, когда ты скажешь «нет мне удовольствия в жизни», «помни Создателя, чти его, ходи перед ним, приноси добрые плоды». Почему это так важно – помнить Создателя от юности и в юности? Потому что в юности у человека больше искушений, наверное, отвлечься на что-то, то, что привлекает, то, что манит, осуетиться поисками счастья, как и Соломон искал, впасть в какие-то приключения, в удовольствие, в усложжение. И в этом отношении мы все имеем искушение пойти этим путем, который избрал когда-то Соломон и пошел. И вот я хочу привести пример Якова Левина. Он в своей книге «Сеется семья» написал один пример притчу шотландского писателя. В ней рассказывалось, что один человек в молодые годы пришла к нему смерть за ним. И он возмутился и сказал – не время, не время, я не знал, ты не вовремя. Впрочем, если ты будешь приходить ко мне и посылать своих вестников, предупреждая о смерти, то тогда еще нормально. И смерть сказала – я исполню твою просьбу. И вот пошла неделя, вторая, месяц, год, годы, десятилетия. И вот в один вечер дождливый этот человек, который когда-то сделал заключение со смертью, сидел у камина и подсчитывал благословения о своей жизни, и заметил, как зашла смерть. И похлопал его по плечу и говорит – я пришла. Вы знаете, он возмутился и сказал – не вовремя. Ты не исполнил свою часть, ты не посылала мне предупреждения, это так неожиданно, так нехорошо. И она говорит – послушай, я прочитаю лучше, как он это написал. Он говорит – посмотри на свои волосы. Они были когда-то черные, их было много. Посмотри, какие они стали белыми, как их стало мало. Посмотри на наклон своей головы, как ты вытягиваешь шею, когда ты кого-то слушаешь. Посмотри, как близко ты подходишь к зеркалу, когда хочешь причесаться или когда увидеть черты лица, как ты всматриваешься, ты же уже перестал видеть. Посмотри, как ты согнулся, посмотри, на что ты опираешься. Я посылала тебе эти знаки. И не один день, и не один раз. Так что я исполнила свое. Знаете, кто-то прочитал эту притчу или это повествование и говорит – не с тем он заключал завет и не с тем заключал соглашение. А с кем? С Господом нужно заключать. Не договариваться со смертью или не искать, не ждать того момента, когда придет этот рубеж, когда человек не сможет ходить, вставать, слышать, видеть, наслаждаться жизнью. А от юности чтить Господа. Помни, Создателя, от юности твоей, как мы здесь прочитали, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них. Это картина, которую описал здесь Экклесиаст о стареющем человеке, у которого, я прочитаю лучше это место, задрожат стерегущие дома. О чем это? О руках он говорит. Согнутся мужи силы, о ногах говорит, что не будет человек спокойно или крепко стоять на ногах своих. Перестанут молоть мелющие зубы, написано, потому что их немного осталось. Помрачатся смотрящие в окно, глаза помутнеют, зрение потупится. Запираться будут двери на улицу. Говорят, это уста будут запираться, человек не сможет говорить. Когда замолкнет звук жернова и будут вставать человек по крику петуха и замолкнут черепения, когда бессонница будет. Когда человек не сможет петь, не сможет слышать. Вот когда все это придет. Другими словами, он говорит, не жди, не ждите. Чти Господа от юности Твоей. Я уверен, что сегодня, если бы Валентина Васильевна была сегодня с нами и слышала эти предупреждения, она бы, наверное, сказала «Аминь, Господи». Я это пережила. Это мои ноги стали слабыми. Это мое зрение притупилось, слух притупилось. Я благодарю Тебя, что от юности я могла служить Тебе. Что были годы, когда я полноценно трудилась, не уставая. Сегодня вопрос ко всем, кто имеет эту силу, даденную от Бога и время, даденное от Бога, для которого еще не наступило это время доколе. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, молодежь, чтите Господа от юности вашей. И сегодня Слово Божие говорит, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Евреям 3 глава 7 стих. «Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Последнее. Деяние апостолов 17 глава 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». «Ныне» это значит «теперь», «сейчас». Не тогда, когда придет это жалкое время дряхлой старости, беспомощности. А именно сейчас, когда я слышу Слово, и когда мне Господь говорит «ныне», «сегодня», «сейчас». И это мое Слово также обращение к родным и близким, сестры Валентины Васильевны, к нашей молодежи. Сегодня придите к Господу, сегодня отдайте ваше сердце, сегодня служите Ему. В этом вас Господь благословит. Аминь. Помолимся нашему Господу. Дорогой любящий Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Бог, милосердный. Да, благодарим Тебя, Господь, что Ты заботишься о нас, посылаешь нам благоприятные времена, даешь здоровье, даешь благо, даешь нам время, когда мы можем радоваться и веселиться жизнью, потому что Ты наполняешь силой у нас, Господь. Я также благодарю Тебя, что Ты от юности дал нам узнать Тебя как своего личного Спасителя. И хочу попросить, чтобы этой радостью исполнились многие сердца, сегодня присутствующие здесь. Я прошу Твоего особого благословения на семью Ширковой, Господи. Благослови, Господь, это большое родство их детей, внуков, правнуков Валентины Васильевны, чтобы все они от юности могли служить Тебе, могли также идти этим добрым путем, хождение перед Тобой, почтение, имея страх перед Тобой. Благослови, Господи, и благослови всю нашу Большую Братьскую Церковь. Благодарю Тебя за сегодняшнее служение, за призыв, Господи, за слова благодати Твоей, и прошу, прибудь с нами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь.